Команда Армана Царукьяна напала на Бобби Грина. Бенни Удари уже заявил о том, что он собирается сломать Царукьяна во всех аспектах. Ну а Колби Ковингтон рассказал, почему он хочет провести бой с Дастином Парье. Обо всем этом сегодня в выпуске. Вы же не забудьте поддержать нас лайками и комментариями, а мы начинаем. Претендент на пояс UFC в легчайшем весе Марлон Вера высказался о предстоящем втором поединке против Шона Умелли. И он решил напомнить всем о том, что Шон Умелли как-то в прошлом провалил допинг-тесты. И я постоянно много читаю о здоровье и о том, как его улучшить. Поэтому мне очень не нравятся читеры и мне нравится бить их по лицу. Потому что нормальный человек и нормальный спортсмен такими вещами никогда не будет заниматься. И если ищешь более легкий или короткий путь, то ничего не добьешься. И сейчас же я имею в виду, что Шон Умелли уже как-то раз давал положительные тесты на допинг. И по этой же причине как-то раз наш бой не состоялся. Тогда несколько его тестов дали положительный результат. Тогда представители допинга назвали это микро. Но такое может появиться у тебя либо из-за того, что ты чистишь организм от допинга, либо из-за того, что ты просто идиот. И ты не умеешь считать составы того, что принимаешь, сказал Марлон Вера. Ну а мы же напомним вам, что 10 марта Шон Умелли будет защищать в бою против Марлона Веры свой пояс. Колби Ковингтон решил высказаться о Дастине Парье. И он рассказал о том, почему он хочет провести бой против Парье. У меня правда есть желание провести бой с Парье. И все потому, что именно из-за него меня выгнали из прежнего зала. Потому что после наших совместных спаррингов он начинал плакать. Он ходил и всем рассказывал, типа Колби такой злой парень. И что его нужно выгнать из команды. Так что после всего происходящего я бы с удовольствием встретился с ним. Но дело в том, что он боится меня и даже моей тени. По этой же причине я никогда не смогу подраться с ним. Потому что он просто-напросто боится меня, сказал Колби. А хотели бы вы посмотреть на бой Колби и Парье? И как вы думаете, кто бы смог победить, если бы такой бой состоялся? Напишите свое мнение в комментариях, мы идем дальше. Четвертый номер рейтинга легковесов UFC Бениу Дарюш. Который уже в эти выходные проведет бой с Арманом Цуркяном. Заявил о том, что он не собирается доводить бой до судейского решения. Я почему-то же думаю, что он захочет бороться со мной. И я же знаю, что он уверен в себе и он не будет избегать боя в стойке. И по этой причине он захочет проверить меня везде. Но он и вправду является очень стойким парнем. Поэтому мне придется сломать его во всех аспектах. И я буду медленно его изматывать, чтобы по итогу его прикончить. Но в настоящее время я не задумывался о том, что даст мне эта победа. Потому что сейчас все и вправду очень сложно. Но я же собираюсь выйти и устроить для всех шоу. Но моя цель очевидна и это досрочная концовка. И я правда надеюсь, что это все так и произойдет, сказал Бениу Дарюш. Но в преддверии поединка Армана и Дарюша, стало известно, что Боби Грин, который также будет выступать на этом турнире, подвергся нападению со стороны Армана Цуркиана и его команды. Об этом рассказали представители команды Боби. Сам же Боби Грин сообщил, что после первой перепалки, пустя время он снова встретился с Арманом и его командой. Но уже в сопровождении своих друзей он рассказал следующее. Если говорить честно, то я ни с кем не ругался. Но если ты, Арман Цуркиан, начал это дерьмо, то тогда я обязательно его закончу. Все только начинается и может закончиться тюрьмой. Этот парень подбежал ко мне, а я ударил одного из его приятелей. Но я же скажу так, что не нужно играть со мной в эти игры. Конечно, они все были крутые, когда напали на меня одного. Но когда же я вернулся со своими корешами, они сразу же включили заднюю. Но когда уже туда пришла охрана, они опять стали строить из себя крутых парней, сказал Боби Грин. В твою же очередь, сам Арман Цуркиан пока что не давал никакие комментарии касаемо этой ситуации. А что вы думаете обо всем этом? Напишите свое мнение в комментарии.